Добрый день, друзья! С вами Владимир Добров. Направляемся на ответные матчи с Келлинг Оупен, полуфиналы. Итак, Веслисо-Накамура. Второй матч. Первый матч, напомню, Веслисо был на коне. Он выиграл Накамура, и болельщики Накамура, конечно, ждали своего кумира ответки. Но ответки не последовало, потому что начало даже матча, в принципе, показало, что Накамура не находится в лучших кондициях, потому как вот в этой, к примеру, позиции от него последовало достаточно занимательное решение. Он пошел слон же 4, и после их удач 3 вернулся обратно. Таким образом, можно сказать, к этой партии уже у него шансов было никаких для улучшения, скажем так, счета в матче. Итак, мог сыграть более сильно Веслисо, однако он играл очень корректно, очень аккуратно и очень быстро получил подавляющую позицию. Через некоторое время Веслисо решил пожертвовать качество, Накамура ответил тем же, ну и таким вот образом пешка на F7 образовалась поддержкой слона. Несмотря на разноцветные, разнопольные, точнее, слоны, позиция черных тяжелейшая, и Накамура здесь спасся чудом, забегая вперед просто чудом. Через некоторое время белые приобрели еще одну пешку и были близки к тому, чтобы забить мяч в пустые ворота, Ферц проник на восьмой ряд, но Накамура нашел какой-то колоссальный совершенно шанс. Изворотливость, конечно, у топовых шахматистов на высоте. Ну и вот, в общем-то, зря Сол полез за этой пешкой, потому что позволил черным немножко приоткрыть короля белых. Ну и впоследствии он нашел такой вот трюк небольшой, который, в общем-то, восьли Сол и землю. Восьли Сол сыграл в Фернси 4 и получился вечный шаг. Безусловно, это начало такое, так сказать, в пользу Накамура, потому что забей, образно говоря, опять-таки, мяч в пустые ворота. Восьли Сол в этой партии, то у партии матч бы наверняка закончился быстрее. И вот уже в следующей партии Накамура имел шансы на победу, на мой взгляд. В общем-то, разыграл дебют достаточно оригинально. Получил сильное поле на Д4. Вот таким вот образом это поле зафиксировал. И вот этот конь на Д4, конечно, красавец по отношению к голопольному слону черным. Ну и вот решил вот таким вот образом он стратегически подойти к этой позиции. Восьли Сол очень интересно вообще в матче играл ладьями. Ладьи у него работают как часы. И в какой-то момент, казалось бы, чуть худшей позиции, где у белых есть давление по линии Ф и есть движения атакующие. Сумел вот таким вот ходом ладья Е5 оригинальным, опять-таки, защититься от хода Ж5. После ладья Жанин отходнокровно сыграл А6. Впоследствии, конечно, Накамура пошел вперед. Естественно, мы знаем его как великого тактика. И создатели, можно сказать, ситуации, в которых обычный шахматист просто-напросто теряется. Но не Весли Сол. Весли Сол очень хладнокровно защищался. И после хода Ладья Ж2 отреагировал ходом Ж5, зафиксировав таким образом кешку на Ж4. После размена в коне Х5, опять-таки, хладнокровный конь Берже 4 выяснил, что ладья по 6 держит абсолютно все. Нет никаких трюков. И белые приговорены были в этой партии. Ну что же, опять-таки, была тяжелая позиция. Но, что самое интересное, Накамура не только смог выкрутиться, но даже в какой-то момент заиграть на победу. Был в этот момент какой-то, сейчас я его покажу, где Весли Сол сыграл слишком красиво. Вот в этот момент он сделал такой интересный ход конь Е5. Ну, вот это вот движение оказалось лишним, потому что вот эти вот всякие цирковые представления в простых позициях, они никому не нужны. Как говорится, выигранных позиций не комбинируют. И Накамури был предоставлен определенный шанс, который, в общем-то, он и получил. Он сыграл конь Д7, мы видим сейчас, что невозможно играть конь Е1 из-за хода конь Ф6. И угроза Мата, вынуждая черных менять ферзей, пришлось играть ладей Ф6 и остаться без фигуры. Вот таким вот образом здесь пришлось защищаться уже Весли Сол. Весли Сол ферзь Д4 сыграл. Ну, зерки от Весли Сол, конечно, очень серьезные, как мы видим. И в финале Весли Сол будет очень сложно. Итак, здесь наверняка у белых были какие-то этюдные возможности. Вполне возможно, что стоило попытаться как-то создать какую-то матовую сетку. Обычный конь с ферзем здорово орудует. Но эту позицию, пожалуй, я оставлю для вас. Может быть, вам интересно посмотреть, могут ли белые здесь организовать какую-то тактическую идею. Ну, и партия завершилась в ничью, и по большому счету, опять-таки, Накамура вышел сухим из воды. Ну, а третья партия уже, третью партию матча они сыграли в ничью, и Накамуре нужна была победа в последней партии. И вот Накамура разыграл стандийское начало, и Весли Сол по большому счету контролировал, опять-таки, игру. Ну, а в какой-то момент белые всякие получили. Чуть поприятнее за счет пространства, но очень точными ходами Весли Сол, в общем-то, здесь позицию немножко сгладил. Сгладил эти шероховатости, несмотря на такие вот творческие моменты. Конь А4, например, очень красивый ход. И после хода конь Д5, слон Д5, СД, образовалась сложная позиция, где черных центр, однако, пешка на Д5 является зацепкой. Билые зафиксировали тут пешку, то есть нацелились на нее несколько раз. Однако, в этой позиции черный Весли Сол спокойно сыграл конь Ж5. Он сыграл на ответку, напал на пешку Аш3, пешка на Д5 остается под боем. И у Накамора здесь была масса идей, масса возможностей пойти, может быть, и король Ж2, и Аш4, как он сыграл, и, возможно, даже взять на Д5. Сыграл же он на Х4, после чего Весли отправился на Е4, и здесь последовал достаточно интересный ход Б5. Б5 очень красивый ход. Идея его в том, что на ферзь Б5 последует ход конь Б5, грозит скоротый шаг и грозит ход слон А3. Черные здесь теряют материал. Вместо этого, естественно, последовал хрупнокровный ход Ферзь Е6. И похоже, что ходом Б5 он все-таки выпустил небольшой, но такой, в общем-то, приятный, наверное, плюс. Хотя, сложно сказать, позиция, конечно, требует отдельного внимания. После Б5 Ферзь Е6 ничего лучше не нашел Накамора, как взять на Д5, и через несколько ходов он получил просто-напросто хуже. После хода Ладья Д8 выяснилось, что угрожает после отхода коня Ладья Д1. И Накамора решил отдать фигуру. Весли, естественно, ее съел. Хладнокровно напал. И впоследствии просто сел в ту пешку. Накамора, недолго думая, здесь повторил ходы. Но Весли согласился. И таким образом прошел Весли в финал. Где он должен был встречаться с победителем пары Карлсон-Непомощи. О нем мы сейчас и поговорим. Об этом матче. И болельщики Яна, конечно, очень многого ждали от него. И Ян, в принципе, играл достойно. Более чем достойно. И в первой партии, в испанской партии, он, забегая вперед, отдалел чемпиона. Там разыграли они свою табио определенную, которая встречалась на практике. И вот такая вот сложная позиция, где черные съели на Д4, но отдали на С7. Опять-таки, вот эти вот слоны. Мы видим, что вот этот испанский слон, что матчевое с Лесо, что у Яна непомощного против Карлсона всегда определенные проблемы доставляет. Ну и вот в этой партии, несмотря на то, что материал оказался поровну, сила слона белопольного оказалась выше. У белых чуть больше пешек в центре. То есть, они могут организовать движение. Конь через Ж3 в определенный момент может прорваться в район поля Ф6. Но, однако, все это визуально. Черные играли очень конкретно. То есть, Магнус хотел убрать этого слона с доски. Естественно, Ян его сохранил. И вот после хода слона Д4, черные уже задали вопрос пешки Ф2. Нельзя было убрать на Ф7. Ввиду Ферзь Ф7, Ферзь Д4, Конь Е6. И черный Конь направлялся на Ф4, где он также присматривался и к белому королю. Поэтому пришлось защищать эту пешку ходом ладья Е2. В этот момент Магнус сыграл Конь Д3. Напал на Ф2 многократно. И Ферзь на Д6, кстати, в некоторых вариантах может попасться. Король Ж2 пока очень аккуратное движение. И после хода Король Ж7, ладья Д2, поступил ход слон С5. После чего Ферзь С6, неожиданно все фигуры подвисли. На эту позицию шел Магнус. И, вероятно, что шел Ян. Взяли на Ф4, Король Ф3. Выясняют, что две фигуры защитить невозможно одним ходом. И черные должны были здесь делать ход ладья Е6. После чего возникала бы такая вот позиция с компенсацией. У черных играть можно как черными, так и белыми. Наверное, черными чуть даже приятнее. Так как есть зацепки и фигуры слишком живые. И белый Король немножко приоткрыт. Но Магнус не нашел этого хода и сделал ход ладья Д8. После чего белый съели Королем на Ф4. И выясняется, что уже у черных нет фигуры. Ладья Д6, Ферзь Е8. Здесь был очень красивый ход. Кстати, Ян здесь ошибся. Надо было сыграть Ферзь С8. И возникала сложная позиция после хода слона Ф2. А после хода Ферзь С8 у черных был очень симпатичный ход Ферзь С7. С угрозой скрытого шахом. И белые тоже могут давать шах на Е5. И казалось бы, что после хода ладьи в 6 они теряют Ферзя. И это ошибка. На самом деле белые играют Кодни в 5. Выигрывают все-таки эту партию. Ладья связана. Так как Ферзь стоит на Е5. А в случае же теряется Ферзь на С7. Но на самом деле после Ферзь Е5 черные, естественно, играли бы Ф6. И на любой отход забирали бы на Д5 и выигрывали партию. Ну, точнее, то, что бы выигрывали, получали бы уже большой перевес. А в случае, если белый король пытался бы ретироваться, очень красивый ход последовал бы Ладья Д8. Неожиданно Ферзь попадает в самом центре практически доски. И нету хода Ферзь в 6 из-за разменов и потери Ладья Д2. Ну, и, в общем-то, брать на Ф7 тоже не Камильфо. Позиция черных была бы уже выиграна. Но вот прошел мимо этой возможности Магнус. Тоже, как говорится, человек. И взял на Ф2. Белый король ушел на Ж4. Здесь Ян уже играл очень точно. После хода Ладья Ф6 сыграл Е5. Таким образом приговорил Ладью на Ф6. Последовал ход Х5. В общем-то, это уже были определенные, не то чтобы конвульсии, но, по сути дела, конец практически партии. После хода Короля Х3 нет ни шахов, ничего. У черной Ладьи единственное поле. И белый проникает в Е6. То есть, проникает к королю. После ФЕ слон Е6 выяснилось, что грозит как Ладья Д7, так и при случае Ферзь Ж8. Ну, и после перекрытия этой линии находится красивый тактический удар, который, по сути дела, ведет партию к очень эпалетному, эпичному, можно эпичной концовке, эпалетный мат на Е5. То есть, король централизовался и капитулировал. Великолепная концовка от Яна. Очень красивый, на самом деле, мат. Ферзь атакует ладья между 6-й. Ну, а слон контролирует всю доску. Испанский слон во всей красе. Ну, что же, классное начало было матча. И вот надо было закрепить этот успех для того, чтобы перейти на тайбрейки. Но вторая партия сложилась немножко не так, как хотелось. И в вариант Аладина пошел Магнус. Поставил некоторые проблемы по дебютам. Он, а точнее, вот в этом известном варианте, начал движение крайней пешки. Вообще, движение крайней пешки всегда наводит определенный шорох на противников. И всегда надо думать, как же реагировать. Такое вот незрачное, казалось бы, движение. На самом деле, столько силы в нем. Итак, вот забил снаряд он в пушку туго. Поставил пешку на А6. Пришлось играть в Б6, Д4. Приоткрылась позиция. Ну, и после хода Е6 Магнус играл очень практично. Сыграл фиржи 4, провоцируя Яну на движение h5. Ну, по большому счету, в ходе h5 вроде бы ничего плохого нет. Однако, немножко притормаживается развитие. В частности, король. Потому что маркировать черным в какой-то момент все-таки надо. В длинную сторону смотрится очень подозрительно. Но в короткую сторону пешка на h5 может быть зацепкой. То есть, приходится время еще тратить на g6. Что ослаблять может черный поля. Ну, и вот Магнус ушел на е2. И вот здесь немножко удивительная. Решение от Яна. Может быть, стоило спокойно все-таки реагировать слон е7. Ну, и возвращаться к какой-то позиции стойки. Конь f6, рокировки. Ну, в общем, по большому счету, там ничего страшного бы не было. Но пошел он b5. Более агрессивно сыграл. И вот после хода коня 3 белые цепляют эту пешку. Цепляют достаточно конкретно. Приходится отдавать слона ладья 3. Ну, и после хода f6, в общем-то, черные укрепили вот этого коня на d5. То есть, хотят сделать, можно сказать, искусственную рокировку. И вот ход b5, он, в общем-то, имеет свои плюсы, конечно. Так как вот именно конь на d5, это, в общем-то, основа черная. Ну, впоследствии попытался Магнус тут разобраться с ладьей. Естественно, ладья b8 было нельзя из-за хода c4. И вот съел он пешку на h6, однако отдал пешку на h5. Поменялись эти пешки. Вернулся конь на d5. И, в общем-то, по большому счету, здесь никаких проблем у черных быть не должно. После хода движения h4, то есть Магнус уже понял, что надо двигать и вторую фланговую пешку. Ну, а Ян, естественно, отреагировал таким же образом на другом фланге. После разменов пешка пришла на h5, черная пришла на h4. И, в общем-то, по большому счету, ничего не предвещало, никаких проблем. Магнус решил играть конкретно h6. Не факт, что стоило коня переводить с поля d5. Может быть, стоило пойти как-то еще. Но, в целом, мне кажется, Ян играл очень крепко. И, в целом, позиция его была совершенно беспроблемная. Вот Магнус делает такие вот решения. Неожиданно принимает решение завязать собственного ферзя. Очень интересная позиция. Ну, и здесь надо было проявить хладнокровие. Сделать простой ход ферз d5. Разменять этих ферзей. Перейти в эншпель, где конь доминировал бы над слоном. Однако, последовав более мягких у ферз d6, что позволило белым захватить линию d. Ладья d1. И здесь, конечно, сыграя Ян ладья бета6. Партия бы завершилась очень быстро. После ладья d6 уже черт-белые должны брать на g6 и переходить в такой вот ладейник. Он, конечно же, ничей. И проблем у черных нет. Но, вполне возможно, что Ян ожидал, что он может создать что-то неприятное именно с этим слоном. Положение ферзя слоном немножко проблемным является для белых. И сыграл по-другому. Вернулся обратно на c6. А вот здесь уже белые имеют преимущество, так как после ладья d4 угрожает ход ладья g4. И черным нужно определяться, как им теперь решать этот вопрос. Пришлось играть f5. А f5 ослабило поля. То есть ряд полей теперь вокруг короля стало очень серьезным достижением для белых. И вот очень здорово Магдус прочувствовал этот момент. То есть он теперь пограживал ходом ладья g3. Пришлось снимать вот это вот давление по линии h. В этом случае слон сразу же успел вернуться на хорошую позицию. Более того, теперь проблемы с королем черных ощутимы. Вот так вот по ниточке, по ниточке. Но очень серьезно Магдус перевернул ход в свою пользу. И черным в этой позиции, конечно, они еще могут совершенно спокойно позиции держать. Но время в таких случаях решающее значение имеет. То есть на коротких контролях с открытым королем играть крайне сложно. Ферз c7 нацелился на мат ян после хода ладья h3 великолепного хода. Магдус здорово прочитал ситуацию. Понял, что вот после разменов же h у него образовалась проходная h, которая здесь и сыграла решающую роль, забегая вперед. Параллельно весела пешка на b5. И, конечно, черный, в общем-то, ян держал эту позицию. Однако после хода ферз d1, опять-таки, возникли какие-то определенные ресурсы, которые не нравились. Стоило играть все-таки f4, создавая давление на слона. И пешка на f4 может еще пригодиться в атакующих действиях королевском на королевском фланге. Конь f8 h4. Пешка побежала. Ферз d8. Белый теперь заходит на поле e8. Очень неприятная позиция сразу же возникла. И белые отъедают одну пешку, вторую пешку. Ну, и эта позиция стала безнадежной. После хода конь e5 Магнус зафиксировала тут, по сути дела, победу. Ничего здесь сложного уже от черных, от белых не требовалось делать. Ну, и эффектная концовка хода h5 завершила эту партию. Конечно, очень обидное поражение. Но что сделать? Это шахматы и, как говорится, всякое случается. Ну, в следующей партии Ян уже играл, опять-таки, белыми. И вот, пожалуй, последний момент для него, где он мог попытаться Магнусу поставить проблему. Он, опять-таки, разыграл испанку. Магнус сменил пластинку. Были определенные моменты для взятия ворот. Но вот сейчас мы посмотрим в какой-то момент. Здесь последовательный очень занимательный ход, который надо, в принципе, в книжке вкладывать. Это ход слон b1. Шикарный, на самом деле, ход. И я без всякой шутки говорю об этом. Потому что слон на b1 в некоторых вариантах может присматриваться к пешке h7. Но так, в принципе, и произошло. В какой-то момент он взял на f6, взял на e4. И уже c3 на повестке дня. Магнус взял на b2. Ну, и после хода f6 возникла критическая позиция, где от черных потребовалась точность. И Магнус ее продемонстрировал. Он сделал очень важный ход. Ферзь d7 таким образом предложил размин. Вроде бы, белые играют в ферзь g3 и нападают на мат. Но после хода g6 выясняется, что у черных очень надежная позиция. И белые не успевают пристать к этим вот полям h6. Сыграл ферзь e3. Ян попытался создать угрозу матов в два хода. Но Магнус сбросил качество и съел важную пешку на f6, которая, в общем-то, была главной заслугой белых. Ну и впоследствии возникла такая позиция, где пришлось перейти в эршпиль. Но и форсаж обеспечил черным повторение таких вот ходов. Магнус выходит в финал. Ян был близок. Но, к сожалению, случилось так, как случилось. Пожелаем вам успех в следующих соревнованиях. Ну а Магнус Карлсон с Уэсли Со разыграют название лучшего в этом турнире. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал. Не забывайте, это очень радостное событие для команды Ческом.ру. И желаю всем успеха. Смотрите The Scaling Open. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok